Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас очень доброе утро. Не минус 35, хотя были такие проглоны когда-то. Сегодня у нас с вами три доклада. Я надеюсь, что мы не будем сидеть здесь до пяти вечера, как в январе. Тоже было, конечно, весело, но тем не менее. Доклады у нас пойдут немножечко по нарастающей, я бы так сказала. Потому что мы начнем с взаимоотношений разработчиков с менеджерами, потом перейдем на уровень взаимодействия разных менеджеров уже до среднего звена. И закончим мы уже бизнесовой стороной вопроса, как вообще в целом работает фирт-студия. Поэтому сейчас я приглашаю ребят из ИСАРТа. Максим Дроздов, Яна. Кредит, я и я. Стоять, я на самом деле стою. Я не буду попадать в кадр. Сейчас вам включат презентацию. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пришли. Мы очень рады вас всех здесь видеть. Обратите внимание на регламент. Давайте, как всегда, отключим наши телефоны. И когда будут вопросы, копите их до самого конца. Терпите их. В общем, с радостью абсолютно. Итак, дорогие коллеги, еще раз доброе утро. Сегодня мы, Максим Дроздов и Татьяна Дридитова, представим вашему вниманию поучительную историю о принципах работы с руководителем Васи и его грабли. Я оговорюсь заранее о том, что эти принципы, они применимы в работе не только с вашим посредственным начальником, они применимы в работе с вашим менеджером, с вашим заказчиком. И в принципе, по жизни они будут вам очень полезны. Какую цель мы ставим перед собой? На какие вопросы хотели бы найти ответы? Это простые принципы и простые вопросы. Каким образом увеличить продуктивность взаимодействия разработчика и тимлида, сотрудника и его руководителя? Или компании и ее заказчика? Каким образом сотруднику избежать чувства несправедливости? И каким образом развиваться быстрее? Давайте познакомимся с нашим героем. Я думаю, вы уже поняли, что его зовут Вася. Вася это достаточно опытный разработчик. Он давно работает в компании, на большом проекте. И вот у него закончился очередной период тестации. И как раз сейчас он идет на встречу со своим руководителем. И на этой встрече будет решаться вопрос повышения Васиной зарплаты. А в переговорке Васю уже поджидает Сергей Сергеевич. Очень опытный разработчик, но не очень компетентный руководитель. И он исполняет обязанности руководителя того отдела, где работает Вася. И несет ответственность за его личное профессиональное развитие. Но мы решили сделать образ Сергея Сергеевича немного преувеличенным. Для того, чтобы показать разные случаи, из которых Вася придется выбираться. Но Вася не ожидал, что его ожидают первые грабли. А грабли были вот такие. Сергей Сергеевич начал свое совещание с того, что вспомнил один из случаев на Васином проекте. Вася, помнишь ли ты, что ты делал одну достаточно важную фичу, пилил ее достаточно долго? Ну, у Вас по итогам код-ревью с Вашим тимлидом завязался спор относительно реализации одной из частей этого функционала. Вы спорили, не могли прийти к общему выводу. Итогом пришел заказчик, сказал, что фича нужна. Срочно, вот прямо сейчас, выкатили как есть. И у клиентов полезный эффект. Клиенты были недовольны. Вася, конечно же, это помнил. Но считал, что все-таки он был прав. А на самом деле... На самом деле, желательно, конечно, получать обратную связь, запрашивать ее и слушать то, что у нас думает наш руководитель. И был у нас такой случай, достаточно, может быть, распространенный. Когда мы делали проект, он к нам пришел уже в готовом состоянии, с страшноватым доходным кодом. И нам необходимо было запилить там видеостриминг. Ну, в общем, это все было сложно, потому что это все работало наполовину на ПХП. Задача затянулась. Потом вылез такой баг, который мы не сразу увидели. Это был такой гейзинг баг. В 30% случаев он был. В остальных случаях его не было. Мы думали, что уже заказчик копит на нас злобу, точит на нас зуб. Но когда мы попросили его оставить на нас отзыв, он поставил 5 из 5 баллов на авторитетные ресурсы. Мы сделали вывод, что мы не можем предугадать, что о нас думает наш заказчик или руководитель. Необходимо запросить формально обратную связь. Между тем совещание продолжалось. Вот они вторые и грабли. А грабли были следующие. Продолжил Сергей Сергеевич совещание с Васей в следующем. Вася, а помнишь ли ты, что как-то к тебе прибежал менеджер и сказал, Вася, вот есть баг, заказчик попросил его пофиксить быстро, вот надо браться и делать. Вася сказал, да, да, было дело, конечно. Но вот у нас же правило на проекте, что вот не закончил свою задачу, не берись за ногу. Я так и сделал, я свою задачу допилил, тут же приступил к багу. А вот когда ко мне менеджер-то прибежал, собственно, и сказал, что, блин, где фикс, заказчик требует, ну, не договорились. И, казалось бы, Вася должен был понять, но вот тогда до него не особо дошло, что необходимо было обеспечивать прозрачность. И не просто прозрачность, а подтвержденную прозрачность. Нужно не стесняться задавать банальный вопрос, правильно ли я тебя понимаю, что. Внимание на экран. Это простая матрица доверия под прозрачность. Здесь по горизонтальной оси отложена прозрачность, которую сотрудник оказывает, да, предоставляет от низкой до высокой. И по вертикальной оси доверие, которое оказывает руководитель. От низкого доверия до высокого. Обычно взаимоотношения руководителя и учененного начинаются в квадрате А. Потом, когда работник начинает показывать результаты, докладывать об успехах, прозрачность растет с его стороны и происходит переход в квадрат Б. Затем уже количество переходит в качество и руководитель начинает доверять. Мы переходим в квадрат С. Скажите, а как вы думаете, вообще в каком квадрате, исходя из двух предыдущих историй, находится сейчас тот самый наш Вася? Доводы, предположения, хоть какие-нибудь. Да, я говорю, высокая прозрачность низкая. Да, я знаю. Ну, да. Ну, в принципе, можно и так предположить, но вообще, на самом деле, Вася больше находится в квадрате А, он к нему ближе. Почему? Потому что он свою прозрачность не показывает, а руководитель доверия-то не испытывает, но за счет того, что он неопытный, он его просто не контролирует нормально. Коллеги, а как вы думаете, можно ли перейти из квадрата А в Д, в такой вот классный, вожделенный квадрат Д, когда можно не показывать прозрачность, но огребать доверие? Можно. Вань, звук. Да, правильно. То есть можно договориться до... До узнать. Взаимоотношения. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Конечно, пиши. Проблема в том, что если спекулировать вот этой методологией, и потом внезапно руководитель найдет у нас, как у сотрудника, косяк, то доверие рухнет ниже планки вначально, да, и нам придется сначала вкладываться в то, чтобы восстановить этот статус-кво, а потом уже строить доверие заново. И вот я боюсь, что в данном случае пойти в баню с руководителем уже не очень сработает. Метод будет немножко так себе. А между тем мы вернемся к нашему совещанию, посмотрим, что же было с Ватей дальше. Вася вспомнил такую классную вещь, которую он делал. Дело в том, что он красивый рефакторинг. За свой аттестационный период, работая на большом проекте, он замутил рефакторинг. Причем какой? Там 15 best practices и всяких крутых мега паттернов, пару новых фреймворков, и все это Вася говорит Сергею Сергеевичу, раздувается. А Сергей Сергеевич говорит, подожди, подожди, ты помнишь такой случай, когда прибегает клиент и говорит, мне, говорит, первый релиз не нужен без вот этой фичи. А эта фича, конечно же, изначально не планировала. И что потом было Вася? А было то, что пришлось выпилить половину Васиной работы. Потому что та красивейшая архитектура, которую замутил Вася, этого сделать не позволяла. И Васе было невдомек, что у Тимлида, который отвечал за архитектуру, были свои цели, свои головники. И у Васи было невдомек, что необходимо было четче прояснять ожидания своего руководителя. Необходимо видеть ситуацию его глазами, нюхать его носом, щупать его пальцами. Я думаю, что всем вам прекрасно знакома вот эта вот картинка, она достаточно старая и популярная в интернете, про то, что хотел клиент и что получилось в итоге. Клиент объяснил так, что ему нужны качели, но почему-то качели трехъярусные. Но это все было бы ничего, если бы начальник проекта не понял, что качеля должна быть пайна в ствол дерева. Аналитик подумал, что здесь происходит что-то странное, выпилил середину ствола, но сделал дереву подпорки, чтобы качеля работала ну хоть как-то. Программист привесил качелю, собственно, к стволу, поэтому она лежала на земле. Бизнес-консультант, как опытный человек, представил эту качелю как светящееся изнутри супер-мега удобное и комфортное кресло. Задокументирован был проект как тень от дерева. Удалось из фич реализовать только веревку. Заказчик, конечно же, заплатил как за американские горки. Техподдержка работала на уровне пля, а клиенту на самом деле нужна была шина, которая всего лишь привешена к дереву. Мысленно вернемся к нашему совещанию. Точнее, не нашему, а Василию и Сергею Сидеевичу. Вася так абстрагировался и подумал так. Чего хорошего я сделал? Я не досыпал ночи. Я заводил новые знакомства. Я ходил на всякие досубботники. Я, я, я. И вдруг в нем внутри все взрывалось от чувства несправедливости. Почему меня не ценят, подумал Вася. А, собственно, давайте подумаем, почему Васю не ценят. Вася забыл одну очень простую, но понятную, в принципе, вещь. Ваш руководитель, он вообще-то тоже нормальный, обычный человек, как и вы. Ваш руководитель, давая Вам какую-то задачу или принимая Вас на работу, он вообще-то не хочет ошибиться. У него есть свои страхи. Как правило, Ваш руководитель, являясь сотрудником более опытным, эту задачу может сделать в какой-то степени даже быстрее, чем Вы. Но его работа уже развивать отдел непосредственно, развивать Вас, а не делать эту конкретную задачу. Также помните, что, как любой нормальный человек, руководитель Ваш имеет свойство додумывать ту информацию, которую он не получает. И, как правило, если Вы не получаете какую-то важную для Вас информацию, Вы думаете, что это плохое. Представьте такую ситуацию. Я думаю, что каждый из Вас заказывал что-нибудь на Алиэкспресс. Вот Вы заказали вещь, оплатили, Вам присылают трекинговый номер, Вы идете в приложение почта России или на сайт, и трекинговый номер не работает. Ну, ладно, думаете, подожду. Ждете две недели, месяц, ничего не происходит, трекинговый номер по-прежнему не работает, а вот уже буквально через две недели Вам эта вещь нужна, а где она, непонятно. Что Вы начинаете думать, вот, сейчас не успеет, придется возвращать деньги, где-то искать то, что не нужно там по знакомым бегать. На самом деле, в этот момент Ваша вещь, Ваш заказ уже пришел в отделение почты России, и буквально через час Вам позвонят и скажут, приходите, забирайте. Но Вы уже себя накрутили и думаете, там, план В, С и Д, как бы избежать ситуации с тем, с чего Вам не хватает. Соответственно, всякое свободное пространство у Вашего руководителя, когда он получает информацию по Вашей задаче, заполняется не очень хорошими мыслями. Также Ваш руководитель, он может говорить о Вас с Вашими коллегами, с другими руководителями и получать обрывочную информацию. Эта информация складывается не всегда в то представление, которое Вы бы хотели руководителю показать. Внимание на экран, это простой график. По горизонтальной оси время, дни отсечены недели, и по вертикали оценка работы сотрудника. Вы увидите две линии. Зеленая – это оценка сотрудником самого себя, в данном случае Васи. И красная – это оценка руководителем Васи. Скажите, кто-нибудь может, знает, что Вы думаете относительно того, что происходит в тот момент, и как соотносится мнение руководителя и подчиненного, когда Вас принимают на работу? Вы пришли в первый рабочий день, что думаете Вы, что думает о Вас руководитель? Совпадают ли ожидания? Скорее всего, да. В первый день. Ну, в самом начале работы? Нет, руководитель не думает ничего. В зависимости от оптимизма руководителя и запаса доверия. Если у меня презумпция невиновности, это, наверное, ожидания высокие. Ну, вот я могу сказать, что Коля на самом деле прав, что в основном ожидания руководителя и сотрудника, они примерно на одном уровне находятся. Почему? Вы прошли собеседование, руководитель сделал Вам оффер, и он считает, что за определенную сумму денег Вы, как сотрудник, можете выполнять вот этот набор обязанностей. Вы подписали оффер, Вы пришли на работу, соответственно, Вы согласились. Плюс-минус Ваши ожидания где-то совпадают. А вот дальше случается реальная жизнь. Руководитель дает Вам задачу, ну, предположим, документировать какой-нибудь кусок кода, большую часть проекта, ну, за неделю. От фонаря сейчас говорю. Вы это делаете, залезаете там в соседнюю часть кода, в документацию, там еще что-то правите. Ну, сдаете задачу за полторы. Вы думаете, ну, блин, ну, я же сделал, я же сделал, вот потому я еще там поправил, вот здесь поправил, там еще кое-что коллегам подсказал. И Ваша оценка своей работы, она, скорее всего, вырастет. Что думает в этот момент руководитель? Вот он, злой, нехороший человек. Я ему за неделю сказал сделать, а он дал на полторы. Я сорвал там срок у себя, мне там пришлось двигать сроки у своего руководителя, с заказчиком общаться. И оценка руководителя падает вниз. Задач разных бывает много. Где-то оценка сотрудника распадает, где-то идет вверх. Но итогом, если вы никак не синхронизируетесь, то на встрече по итогам аттестации вы получаете примерно вот эту картинку. Ну, мы предлагаем вернуться к нашему Василию и посмотреть, что же ждало его дальше. Сергей Сергеевич напомнил Васе про случай с горячим продакшеном. Вася тоже такой наполненный гордостью говорит, да, я помню, говорит, этот случай. Я, говорит, ответил, а, говорит, среди дня звонит клиент с другого конца избранного шара, с другой стороны избранного шара. У него, говорит, ночь, он не очень вежлив, сложно его речь перевести, потому что она пестрит всякими сложными переводимыми выражениями. Но, говорит, я понимаю, что что-то не так, и клиенты сейчас начнут жаловаться, ну, в общем, что-то на продакшене не так. Так вот, Сергей Сергеевич, мне, говорит, хватило 20 минут, чтобы локализовать проблему и написать менеджеру. А что Сергей Сергеевич сказал? А сколько времени ушло на, вот, фактически, вот, сообщение от заказчика до того момента, когда проблема была по фикшенам? Ну, оказалось, что часа три. И проблема была в том, что Сергей Сергеевич говорит, Вася, а где был менеджер? Ну, так получилось, что на совещании где-то дострял. Ну, а что мешало Васе взять телефон и позвонить, там, достать этого менеджера из совещания, там, с обеда, я не знаю, ногами его найти, по телефону найти? Не ладно. И Вася не использовал очень важный принцип. А в момент каких-то критических ситуаций необходимо усиливать коммуникацию, усиливать вот эту скорость выхода из квадрата А нашей матрицы, да? И, кроме того, необходимо предлагать варианты решения. В моей реальной практике, на моем проекте, проект достаточно большой, работала наша команда и команда сторонняя. Вечером я и Team Lead спокойно уходим домой, все хорошо. Ребята, кто хочет, работает допоздна в продакшене, работает отлично. Утром, примерно в районе 10, приходим на работу. Я, Team Lead и видим картину. Две наши девушки, бэк-энт и фронт-энт, разработчицы. Эти злющие, с красными глазами, не выспавшиеся, ругаются, почем след стоят на сторонней команде. Первое, что случилось? Да тут, блин, вот вы домой ушли, мы тут вечером сидим, работаем и видим следующее. Та команда, и дальше несколько нецензурных выражений, выливает на продакшен какой-то абсолютно кривой код. Продакшен ползет, плывет. И первое, что мы делаем, это борцаемся спасать трот. Мы тут сидели до закрытия офиса, нас в пол первого ночи выгнали. Абсолютно серьезно выгнали девчонок в пол первого, просто пришли и сказали, идите отсюда. Они пришли на работу в восемь, продолжили фикс, ничего не получалось. Потому что, ну вот, супер удачно забили девчонок со стороны. Первое, что спросила их я, а почему мне-то не позвонили? Вот телефон есть, вы же знаете, что я бы связалась с заказчиком, что-нибудь бы придумали. Почему не позвонили тем ряду? Мы не подумали, сказали мне девочки. А на самом деле, если бы они связались со мной, я бы связалась с заказчиком. Первое, что сказал бы не заказчик, а вот пусть тот, кто завел, тот и исправляет. И сидели бы не наши девочки, а сидела бы другая совершенно сторона. Тут Вася шумировал весь этот фидбэк. Ему стало не по себе. У него затряслись коленки, у него покраснели глаза и подернулись слезы. Но он во что бы то ни стало решил исправляться. И Вася искуравился. Десять лет спустя, уже несколько умудрённый опытом, начинающий, но всё-таки бурдый своим результатом руководитель Василий Петрович, встречается на встрече один-на-один с младшим разработчиком Аркадием и рассказывает ему принципы работы со своим руководителем. А это такой, можно сказать, некий свод правил, которому нужно следовать и который поможет Вам в общении, собственно, с Вашим начальством. И вот они на экране, эти простые, базовые, банальные принципы, которые зачастую нарушаются самыми опытными сотрудниками. Первое, необходимо слушать, ну вот если Вы видите ухо, да, аналогия. Необходимо получать обратную связь, причём активное слушание и все остальные практики, всё это настраивается, естественно. Второе, необходимо говорить, необходимо предоставлять прозрачность, и не просто прозрачность, а подтверждённую прозрачность. И вот значок-граммофончик. Третье, необходимо видеть ситуацию глазами руководителя. И вот глаз. И, то есть, необходимо другими словами, прояснять ожидания своего руководителя, чувствовать вот его пальцами всю эту ситуацию. В-третьих, а, и в-четвёртых, необходимо усиливать коммуникации, когда Вы находитесь в контексте какой-то проблемы, и предлагать решение. Если бы мы изобразили портрет идеального Васи в вакууме в терминах этих принципов, то он бы выглядел вот так. Вот такой вот Вася, который выжил со шрамом на лбу, как у известного героя. Что же нам позволяет применять вот все вышеперечисленные принципы? Есть такая простая очень вещь, как совещание один на один. Я думаю, что многие руководители об этом знают, и многих сотрудников есть, но далеко не все этим пользуются. А совещание один на один с Вашим начальником, между тем, дают Вам, собственно, очень много полезных вещей. Вы слышите обратную связь с Вашего руководителя, ну и можете что-то сказать ему, что Вам важно, ценно, полезно. Вы проясняете проблему, руководитель говорит Вам, что улучшить, или какие риски он видит. Также Вы можете поделиться чем-то, что видите на Вашем проекте, предложить какие-то решения. А также совещание один на один позволяет отслеживать Вам состояние. То есть Вы приняли какие-то решения, что-то сделали, собрались в следующий раз, обсудили дальнейшие действия. И вот чтобы подготовиться к совещанию один на один правильно, есть вот такой вот чек-лист. Итак, до встречи. Проверьте, а вообще совещание это назначено? Во-вторых, убедитесь, что у Вас есть план этой самой встречи. Важно также иметь план работы с каждым вопросом, потому что какую-то важную информацию можно забыть. Во время встречи записывайте решения и детали обсуждения с Вашим руководителем. Опыт показывает, что руководителю становится спокойнее и доверие растет. Ну и также после совещания помните, что принятые решения, они должны исполняться достаточно быстро. Если у Вас не получается выполнить принятые на совещании решения оперативно, то сообщите руководителю о том, что срок выдвигается. В обратную же сторону Ваш руководитель должен Вас информировать быстро по Вашим вопросам, молодующим у Вас. Давайте еще раз вернемся к нашему графику. Как мы помним, ситуация развивалась драматично, но никто о ней не знал. А что если бы нам включить синхронизацию, да почаще, между руководителем и сотрудником? К чему бы мы пришли? Наверное, мы бы пришли к чему-то такому. Когда периодически сотрудник и руководитель синхронизируются, и мнение одного о себе не так уж сильно растет, а мнение другого о сотруднике не так уж сильно падает. И почвы у возникновения чувства несправедливости уже нет. Ну, если мы не рассматриваем какие-то клинические случаи. Кроме того, вот эта частая синхронизация с использованием всех принципов позволяет и продуктивнее работать в паре с руководителем, достигать каких-то корпоративных целей быстрее и развиваться в смысле личного развития лучше, быстрее. Собственно, это все была теория, а мы хотели бы перейти к практике. И поэтому у нас есть для каждого из Вас домашнее задание. Итак, первый пункт, согласно чек-листу, проверить, назначены ли у Вас с руководителем совещания. Второе. Пересмотрите все последние договоренности с Вашим руководителем. И если у Вас уже идут вот эти вот совещания один на один, то исполняются ли решения с последнего совещания один на один? Лучше напишите письмо. Дорогой руководитель, задача А. Прогресс какой-то. Задача Б. Выполнен. Удача С. Вижу какие-то риски. Предлагаю вот этого. Ну и, собственно, если Вы риски не озвучите, то это будет не очень правильно. Озвучивая риски, старайтесь также предложить варианты решения, если Вы, конечно, их видите. И последнее, четвертое. Уточните. Требуется ли еще какая-то информация или помощь от Вас руководителя? И если Вы подозреваете, что руководитель угукает, кивает, но не вникает в то, что Вы говорите, задайте аккуратно, тактично, диагностический вопрос про какую-нибудь деталь из того, что Вы сейчас только что ему рассказывали. И все, он не ответит. Ему будет стыдно, и Вы вынуждены погрузиться в тему. Итак, мы хотим поблагодарить Вас за внимание и пожелать, чтобы грабли, с которыми Вы сами, возможно, столкнетесь, но лучше, конечно, не сталкивались, были вот такими как можно менее травмоопасными для Вас. Или были сразу двух, да? Классно, а не Вас! Вы получите презентацию, сможете прочитать все, что не рассмотрели. И здесь вот есть дополнительные материалы со ссылочками. Первый материал – это письмо от сотрудника к руководителю. Прямо вот шаблон, чтобы можно было взять, чуть-чуть подкорректировать и сказать, дорогой руководитель, давай совещаться один на один. Потому-то, потому-то, так-то, так-то. Ну и дальше там разные полезные материалы, в общем, сможет посмотреть. Ну и, собственно, Ваши вопросы. Давайте ручку поднимать, кто хочет спросить, что было слепого. Поделиться опытом. Да, нет? Никто не хочет ничего сказать? Ну, честно, мне график, где зелененькое, всегда вот такое красненькое. А вы Вася или руководитель? Я и тот, и тот. Ну, все же, да, компаниями? Ну, какой-то степень. Руководитель дома, например. Ну, я потому, что если у человека в битвозе, там, и просто любит тебя, то да, он, наверное, в тюрьме будет все время всех. Но далеко не всегда там он айтийский специалист, он такой самоверный человек. То есть, у меня опыт, да, да. Да, действительно, мы рассмотрели только такой, наиболее, может быть, показательный случай. Бывают и депрессии, там, у сотрудника, да. Ну, если Вася в депрессии, и у него самооценка упала ниже плинтуса, ну, понятно, ну, что-то. Ну, понятно, что он тоже... Нет, нет, потому что вот этот кейс, когда Вася упал, он сильно сложнее на вот этой встрече один на один. Ну, действительно, это так. Потому что вот выровнять, синхронизировать, тогда он снизу, то есть я какой-то синхронизирую, да. Потому что он такой, ой, я еще хуже, чем я думал. Вот, да. Нет, на самом деле, всякое действительно бывает, и графики могут и пересечься, но вот, как-то, какой-то достаточно общий случай. Да, то есть мы предлагаем синхронизироваться, да, если вот то, что ты предлагаешь, как часто? Неделя, две недели. Ну, реже, чем раз в месяц точно нельзя. Вот месяц это прям много. Да, то есть встреча один на один позволила бы, допустим, депрессивному Васе, да, найти поддержку в глазах руководителя. Даже если руководитель видит, что Вася намного хуже, чем он все на тебе думает, то руководитель может сказать, давай, давай-ка, все хорошо, вот цели, да. А что делать, если Вася депрессивно о себе думает, руководителем ему сверху говорить, что ты плохой, ты ничего не умеешь, ну, все, конец. Вася, вы говорите, добивайся. Сейчас, чей позиции вопрос? Подивайся или спросите руководителя? Думаю, спросите, Вася пока. Ну, то есть, если руководитель, Вася добивает, да? Ну, да. Что делать? Ну, вот я боюсь, что в таком случае, если Вася сам не подумает, что что-то пошло не так, то Вася будет не очень хорошо, и в этой компании он долго не проживет. Или руководитель. Или руководитель долго не проживет, да. Всех своих Вась забьет. Получается тогда руководитель, если он так действует, то он, ну, у него же цель вообще-то проект закончить. Ну, или, по крайней мере, продолжать. А он тем самым рулит суть, на котором сиди ходят. По сути, да. А у хорошего руководителя есть цель развивать людей и способствовать. То есть, это же не крученый. Не надо Вася делать. Можно я добавляю на штуку, потому что там он начал графикой. Я буду в следующем выступать, какое-то время нанимаю людей, примерно года 4, и вот не так. Вот вообще не так. Вначале, вот Саша очень правильно сказал, вообще непонятно. Ты вот нанял человека, и ты не понимаешь, насколько вам соответствует, потому что зимой написано, сколько вам соответствует, потому что у него написано. то, что вы на собеседовании обходили, насколько вам будет хорош. И единственное, что здесь реально помогает, это не раз в неделю, каждый день, лучше пару раз в день общаться с тем, как он занял, чтобы понять вообще, как он коррелирует с тем, что он тебе рассказывает. Ну, могу согласиться во многом, но не всегда. Возможно, я на предыдущей своей работе, не будучи еще менеджером проекта, была, ну, скажем так, более позитивным руководителем, и когда я принимала человека, я искренне верила, что да, вот он может, но по поводу работы, да, я садилась рядом с человеком, и прорабатывал с ним задачи сначала, а потом уже смотрела на результат. Ну, да, на самом деле, что-то там для математической точности можно было разбить немножко, да, вот в самом начале, отнятку зеленого красного. Ну, да. Это именно вот такая, неколичественно, больше качественная оценка. Естественно, может разниться. Не, ну, плюс-минус. Погрешно всегда есть. И последний материал, кстати, вот из списка док-материалов, там книжка небезызвестного Костя Борисова, про то, что брать или не брать, брать или не брать, брать или не брать людей по этой детьми. Я как раз к тебе вопросу о качестве собеседования. Если ты вообще не вкуриешь, а какой человек на самом деле, то вопрос как бы на собеседование что-то сойдет. То есть ты как бы, ну, вроде сойдет вдвою проверим. Деально, может, невозможно прям срывать. Ну, все равно нет. Можно сделать практику, в той мере, в которой ждать. Поэтому у нас сейчас есть, наверное, работа через все. То есть мы платно нанимаем человека на определенное время. После этого... Давай, посомневаюсь. Мне кажется, в данном случае, когда обсуждаешься, есть вопрос стоит именно о том, как построена методика найма людей, найма собеседования этих людей, оценка их предварительная, и затем уже запуск работы. Потому что, опять-таки, позитивное мышление там его нанимателем. Потому что, если ты мыслишь коллективно, ты человеку доверяешь, а дальше ты начинаешь его контролировать. И тогда у вас на старте могут быть высокие ожидания друг от друга. Если ты изначально подходишь с негативной оценкой, то, если, а ладно, проверим в бою, тогда да, тогда у вас разница есть. Человек, Вася, думай, что все хорошо, руководитель изначально выстроен негативный. Мы с нейтральная сторона. То есть, не нравится. Негатива или противопротива? Вопрос в том, что я не знаю, что им его ожидать, потому что ему любил, как он делает. Но это вопрос доверия. Нет, не только. Но если мы нанимаем человека на пробный период, мы ему даем шанс, доверяем, все так. Но это нейтрально, это не негативно. Ну, то есть, испытательный срок он назывался. Ну, да. Это и есть испытательный срок, да. Кто-то дает там пробный период, неделю, оплачивает его, и потом... Ну, это мы подробнее, в следующем, в следующем. Тут еще есть некоторая разница, на мой взгляд, о какой позиции мы говорим. Потому что есть позиции нитки, там, джуниор и так далее, а есть позиции более высокие. И вот на более высокие позиции часто берут человека, про которого уже понятно, кто он, что он. То есть, ты его не первый раз на собеседовании видишь, ты его отслеживал до этого, там, не знаю, несколько лет, ты с ним пересекался где-то на мероприятиях, ты там, не знаю, смотрел его код, в конце концов, если это разработчик, и так далее. То есть, это уже понятно, кто. Здесь, скорее, может быть неприятный сюрприз, нечаянно, да, но, как правило, все нормально. То есть, ты человека знаешь, и он твои ожидания оправдывает. То есть, на высокие позиции обычно люди известны заранее. А какой вот частный период? В параду. То есть, если это неделя, то, как бы, человек может неделю, а, покажу себя, случись, рано, а потом, ну, можно и расслабиться. В районе месяца. Ну, вот, тоже можно откликнуть по поводу маленьких, джуниоров. То есть, вот, всякие там курсы, стажировки и так далее, они очень хорошо позволяют осмотреться, потому что период очень длительный, это не неделя. Притворяться целый год очень трудно. Ну, почти нереально. Нет, конечно, есть, наверное, такие люди, которые способны год притворяться, но фокус-то в том, что они же не знают, что от них ждут. В какую сторону надо притворяться, непонятно. Вот. И если они начинают притворяться не туда, ну, вот, да, там прозрачность будет очень высокая, там все видно. Да, и есть еще, есть какие-то психологические техники, вообще техники профессионального роста, что если хорошо притворяться долго, то потом вот в эту роль, ну, все поставишь, и ты все притворился так, что навсегда. И вариантов нету. Не, но есть же вот тоже исследования на эту тему по поводу того, как работает нейромедиатор, и в обратном сторону тоже работает. Если ты принудительно начинаешь уплываться, у тебя улучшается настроение, и ты постепенно привыкаешь. Если ты начинаешь писать «хороший код», то... Из тебя это очень трудно потом вышли. Так вот, вредные привычки есть. Спасибо за презентацию. Вот у нас такое по поводу повещания. О чем стоит говорить? Только про рабочий комплекс или, возможно, про личные дела в программе. Ну, к примеру, есть вот рабочих, когда они о чем-то договорились, а у него там личная драма, и вот, ну, он там, все это уплывается. После этого вы его увольняете? Я думаю, что нужно говорить и про личные вопросы. Почему? Потому что в жизни бывают всякие ситуации, и личная очень сильно влияет на нашу работу. И если есть какая-то личная проблема, которую вы не можете решить, и вы чувствуете, что она на вас сильно влияет, лучше озвучите руководителю, скажите, что вот такая-то и такая-то ситуация в вашей жизни. Да, ну и сразу мы же все по Аджайу работаем, да? Мы это все так называем. Да, простите, по Аджайу. Вот, ну и степень вот этой доверительности, если хотите, ну, в нормальном понимании интимности, можно тоже итеративно развивать. То есть, я же не знаю, вот я, Вася, да, например, я не знаю своего руководителя. Может быть, он вообще не любит вот сопли, слюни, вот это все. у него все, в 9 утра отключается семейная жизнь, да, и включается работа, там, в 18.00 вечера все, там, отключилась работа и наоборот, да? и бывают наоборот, очень душевные люди. То есть, можно аккуратно прозванивать своего руководителя, как он вообще расположен к таким обсуждениям. Если расположен, то это здорово. И почему бы не прилипать? Ну, что стоит просто хотя бы даже объяснить, что сложилась такая ситуация, что она на вас сильно влияет, а что возможен спад. Хотя бы предупредить, а не получить потом, почему ты вот это вот не сделал? ну, вот у меня там кошка скончалась, я не знаю. Вопросы о протрачности, да? Да. Еще есть вопросы? Комментарии, предложения? Ну, я предлагаю тогда поблагодарить еще раз докладчиков и перевести в дальнейшее отключение в туалет. Нам сейчас нужно здесь хорошо проветрить. Вон там, вон, есть чай, кофе, туалеты на выходе один вот здесь, второй там за дверью, давайте 15 минут, то есть собираемся через 15 минут, сейчас я посмотрю, сколько это? В 11.55. Вы видите обратно, 15 минут. в 11.55. в 11.55. КОНЕЦ, Продолжение следует...